Это называется. Мы регистрации проводили в 12 часов, пол первого ночи и в час ночи. Знаете, как так получилось? Мы собрали анкеты на промостойке, а в этот день, получается, то есть уже по Москве, да, это последняя ночь, когда человеку нужно разместить заказ, чтобы там получить какой-то крутой подарок, я помню. И мы звонили, да, ладно, там 10 мы звонили, пол 11, 11. У нас 5 человек в машине, у каждого ноутбук, у каждого вот эти вот анкетки, да, которые нужно позвонить, провести регистрацию. И дома интернет у нас отключился, которую квартиру мы сняли, и мы сидели поэтому в машине, потому что нас с кафе уже выгнали, потому что кафе уже закрылось. И мы сидели, потому что Wi-Fi от кафе ловил еще в машине, и мы в машине все сидели, и дождь еще шел, поэтому выйти не могли, и мы все пятером с ноутбуками с этими сидели и сделали звонки. 10.11 нормально, даже пол 12 там еще нормально, мы уже понимаем, что поздно. Тут мы перестраиваем, перекраиваем полностью посыл. Мы звоним, здравствуйте, это сотрудник компании, мы там с Москвы вам звоним, вот вы сегодня проходили, там оставили свою заявку, они, вы что так поздно? А, а у вас время? А, да, 6 часов, простите, пожалуйста, ну просто, ну очень хотелось вам сказать, потому что вот такая классная акция. Ну, то есть, вы представьте, люди делали заказы нормально, потому что мы со всей душой к людям, мы очень хотели, чтобы люди разместили заказ, получили подарочки там, да, вместе с заказом. И вы знаете, момент был там, Оля, я помню, Ягуар, она в час ночи позвонила женщине, они еще полчаса проговорили, да, и то там тоже регистрации были. То есть, вот, смотря, как говорится, да, как ты относишься, да, к этому, ко всему, понятно, что вот так вот сейчас немножко дико, да, если там ночью звонок. Но мы хотели, чтобы все было нормально, люди получили подарки, да. Там, кстати, прикольно было, там даже дядюшка Ленин нам помогал, потому что он такой стоял, у нас офис был возле площади, и он прям рукой показывал там наш офис. Это было так прикольно. И я хочу сказать, что почему вот 6 часов разница, мы вообще сами всю жизнь прожили на Дальнем Востоке, город Благовещенск, это 800 метров от Китая, и у нас разница с Москвой плюс 6 часов. Поэтому, когда нам люди говорят, вот, там тяжело бизнес начинать, ребят, мы были вообще оторваны от Москвы, от всех мероприятий, которые происходили в Москве, и мы поняли, что кто, если не мы? То есть мы, все, что проводила компания, мы там занимали деньги, что только не делали, но мы на всех мероприятиях были, потому что мы понимали, что мы основной источник информации для своих людей. Не было интернета, и вот какую информацию привезешь, та и будет. И мы не знали, что, например, что проходят такие мероприятия, например, там в Москве, в крупных городах, там каждую неделю, каждые две недели, каждые три недели. Мы не знали, и поэтому росли. Поэтому, я знаете, как хочу сказать, что у нас до Москвы с Благовещенска 8 часов на самолете. Вот, соответственно, туда-обратно, если сейчас посмотреть, да, летом, это может быть и 50 тысяч билет туда-обратно, если со скидкой удастся купить, то есть можно до 30 тысяч вписаться, ну, на двоих, соответственно, 60. То есть мы не пропускали ни одного банкета директоров, мы не пропускали ни одного путешествия, ни одной страны. Вот, да, плюс 6 часов разница, иногда приедешь в какую-нибудь страну, да, там вообще, ну, куматозит тебе первые сутки. Вот, но мы поставили себе цель, что в городе Благовещенске, в небольшом городке на 180 тысяч населения, мы хотим сделать большой результат. Мы открыли там звание исполнительных директоров, ну, так на минуточку до крупного города, например, до города Хабаровска с Благовещенска лететь, ехать 700 километров. Ну, до более-менее такого крупного города. И, конечно, у нас тогда зародилась мечта, мечта о том, чтобы жить на море, потому что в пандемию на первое место вышли такие ценности, как здоровье и семья. И вот эти вот ценности, они подтолкнули нас к тому, чтобы рассмотреть переезд, и мы сейчас вещаем вам из города Геленджика, мы купили квартиру в 30 метрах от моря. Это полностью все на деньги Арифлэм, никаких других источников дохода у нас нет. 18 лет мы в компании, мы в компании вместе, Виталий присоединился чуть позже, вот, когда жена показала, что в Арифлэм есть деньги. Потому что некоторые говорят, как пригласить мужа в бизнес? Ребят, покажите просто, что в Арифлэм есть деньги, и муж придет. Вот, видите, пишут, я служил в Белогорске, 60 километров от Благовещенска. Да, здесь очень много, кстати, у нас Дальнего Востока, Амурской области, потому что, конечно, большинство нашей команды – это как раз Амурская область и Дальний Восток. Поэтому мы передаем всем большой привет. Ребят, чему нас научило наводнение? Во-первых, мы извлекли из этого ценные уроки. Первое – это то, что нельзя держать яйца в одной корзине и держать бизнес только в Амурской области. Мы начали думать о том, чтобы вынести свой бизнес за пределы Дальнего Востока. И поэтому у нас сейчас есть директора в Калининграде, в Москве, в Краснодаре, в Анапе и так далее. То есть все, получается, что бизнес вышел. Мы поняли, что мы не только должны работать офлайн, мы должны работать онлайн. То есть мы подключили тогда вебинары. Кстати, одни из первых в 2011 году у нас уже активно запускались вебинары. И это один был вывод. Второй вывод, что если бы мы тогда просто расстраивались и подались общей панике наводнения, то мы вышли из этого условно кризиса также с семью группами. И поэтому мы поняли, что в любой непонятной ситуации нужно действовать. Помните, у вас есть два выхода. Можно замереть, расстраиваться, перемалывать негатив. И второе – можно развиваться, потому что всего лишь два пути. Либо вы развиваетесь, и второй путь – это деградация. Нет такого, что я остановился. Остановился и стою на месте – это деградировать. Поэтому только два пути – развитие и путь в никуда, путь обратно. Еще у тебя слайды. Да, я как раз хотел показать, ребят, слайд. У нас получилось так, что как раз высокие звания мы закрывали в кризисные годы. И я думаю, что это говорит о том, что наши возможности, которые есть в компании Reflame, они становятся более актуальными, когда неспокойна ситуация. Потому что люди ищут, кому-то нужен дополнительный заработок, кому-то нужно закрывать ипотеки, кредиты. И люди приходят. И мы с вами должны говорить об этих возможностях еще более активно. Вот видите, в 2008 году, получается, упал российский фондовый рынок. Никогда такого не было. Но в этот момент в Reflame, смотрите, мы закрыли бриллианту директора. В 2014 году валютный кризис был очень сильный. Опять же, уровень исполнительного закрывали в 2014 году. Специально вывел это на слайде, чтобы это было так, визуально было понятно. Сейчас мы тоже видим, что происходит. И непростые времена. И сейчас максимально активно нужно показывать людям возможности, благодаря которым они смогут эту ситуацию прожить более мягко и выйти из ситуации. Еще раз повторюсь, Reflame – это островок стабильности. Знаете, вот, может быть, слышали, что в китайском языке иероглиф кризиса обозначен двумя символами. Первое – это кризис, да? И второе – это возможность. И вообще, что такое бизнес? Вот что для вас бизнес? Некоторые говорят, бизнес – это деньги, это делание денег и так далее. Ребята, прибыль – это следствие бизнеса. А что такое бизнес? Вот для меня бизнес, настоящий бизнес – это решение проблем клиентов, решение проблем партнеров, общества. То есть, значит, большой бизнес – это решение больших проблем. Вот, сейчас, да, сейчас у многих наступили большие проблемы. Поэтому настоящему предпринимателю, настоящему новатору всегда есть, куда приложить свой талант, свое мастерство в кризисное время. Потому что главное – люди. То есть, живые компании – это компании, в которых сосредоточены именно на людях. Мы всегда говорим, Reflame – это бизнес с человеческим лицом. Здесь люди стоят на первом месте. И это не просто слова, это уже много мы сами пережили. Знаете, когда у нас случилось наводнение, мы же поставили себе цель, да, что мы открываем исполнительного директора, и у нас там была цель, что мы летим, я уже не помню, какая была конференция, то ли Австралия, то ли Америка, что мы летим вчетвером. Потому что при закрытии нового звания исполнительного директора, то есть, путевка дается на четверых. И тут у нас раз хлоп и семь групп, да, то есть, когда эвакуировали жителей. И нам позвонил директор нашего сервисного центра, тогда это была Светлана Мальчушкина, и говорит, как у вас дела, ребята? Я говорю, ну как дела? Планировали одно, получилось другое, но мы не расслабляемся, мы работаем. Но мы, я говорю, мы понимаем, что даже если мы сейчас восстановим и откроем, то мы не успеваем просто на конференцию по количеству групп, чтобы у нас было четыре путевки. Это, конечно, расстраивает, но мы будем делать все возможное. На что Светлана сказала, не смотрите на количество групп, если вы откроете звание исполнительного директора, вы поедете вчетвером. Представляете, на первом месте я тогда разревелась, говорю, Виталий, это вообще просто, это такая поддержка внутри от компании, что мне вот эти слова очень сильно вдохновили. Я говорю, все, вперед, все, идем. И не смотрим на то, что сейчас происходит, просто дарим людям надежду, дарим людям возможности и дарим людям любовь, да, и надежду на то, что полностью можно поменять свою жизнь. Я хочу сказать, что какие у меня вообще сейчас мысли внутри, когда все произошло, я себе расписала план семидневный, что я хочу за неделю сделать, и я взяла его и сократила на два дня. Я решила, что я этот семидневный план сделаю в два дня. Для чего? Для того, чтобы было расписание, для того, чтобы был каждый день насыщен и наполнен событиями, чтобы просто не заходить в соцсети, чтобы просто не смотреть новости, чтобы просто не отвлекаться. Поэтому дарю вам этот лайфхак. Ежедневник должен быть заполнен на каждый день, на каждый час, на каждые полчаса, просто чтобы не было соблазна на что-то отвлечься. Не пускать в себя негатив, то есть не разлагаться от каких-то негативных новостей, потому что вы нужны вашей семье энергичной, наполненной. Мы сейчас стали больше по вечерам играть. Тоже дарю вам такие игры, как мема. Отличная просто игра. Ещё такая игра, которая развивает мозг, это когда засекается 30 секунд, берётся буква, например, буква А, и надо за 30 секунд сказать все слова, прилагательные глаголы на букву А. А вообще по стандартам, как нормальная IQ, да, средняя, у вас должно быть 20, минимум 20 слов за 30 секунд сказано. Знаете, как тренируется мозг? Сначала у нас было 15, потом 16, потом мы вышли там на 22, на 25. То есть очень хорошая игра, тоже вам дарю, просто на букву в течение 30 секунд говорите все слова, ну там другой член семьи считает, вот, и записывайте. Потому что сейчас больше времени нужно проводить вместе, больше разговаривать, больше общаться. И мы сейчас целенаправленно отключаем интернет. У нас старшая дочка учится в Москве, да, ей 20 лет уже. Вот, а младшие 13 лет мы отключаем интернет для того, чтобы ребёнок больше читал, больше проводил время с нами. Потому что там, где сейчас заседают подростки в ТикТоке, там тоже идут ролики, к сожалению, очень много негативного сейчас контента. Поэтому больше времени проводите с детьми. По поводу не пускать в себя информацию, может быть, слышали, что когда была Великая депрессия в Америке, да, было кризисное время, и одного миллионера, винодела спросили, слушай, как ты мог в Великую депрессию построить такую империю, многомиллионную, когда банки закрывались, когда люди выходили на улицы, когда не было вообще даже что поесть, да. Он говорит, слушайте, ну я француз, и я просто не знал английского языка, я не читал английские газеты, и я просто не знал, что в это время кризис в Америке. Я не знал, что в это время Великая депрессия. Вот, я просто делал своё дело, делал своё дело хорошо, я налаживал поставки, работал и так далее. Вот, это как с той притчей, да, про глухую лягушку, которая бежала, все говорят, да ты упадёшь, да ты не сможешь, да ты не достигнешь. Она просто была глухая, и единственная, которая забралась на вершину. Многие ещё знаете, вы знаете, что такое роутер, да, шучка у каждого дома есть, которая раздаёт интернет всем. У нас сейчас получается, что очень многие люди, они возьмут негатив, помимо того, что они просто в себя его, да, берут, они его ещё и транслировать начинают, да, там, а вот смотри, и начинают это всё разносить. Новости передавать негативные. Да, хуже быть не может, потому что у каждого человека своя жизнь, да, и что человек несёт этому человеку, который рассказывает вот такие там новости, вот такую-то информацию. Поэтому, друзья мои, всегда фильтруйте, что вам поступает, ну, тоже по своему опыту скажу, я заблокировала все новостные паблики, в Инстаграм захожу только, чтобы выставить сториз, обработать входящий поток по работе, и вот провести для вас эфир. А так, у меня есть ежедневник в бумажном носителе, у меня записаны все дела, которые мы вот делаем в течение дня. И знаете, что я хочу сказать? Сейчас огромный поток людей пошёл на дополнительный доход и на возможности. То есть люди, которые мы когда-то проводили встречу, год назад, там, два года назад, люди пишут, «Катя, вы ещё в теме, у вас есть возможность бизнеса, про который вы говорили?» Вот, то есть сейчас, то есть начинаешь спрашивать, «А что?» У нас там магазин закрылся, а у нас были поставки там с Америки, а у нас там… То есть сейчас начинается то, что было вот в 2014 году, то, что было вот в пандемию. Сейчас большой поток людей идёт на бизнес, на дополнительный доход, на возможности, на деньги. И, конечно, людям, которые могут давать эти возможности, если вы можете проводить презентацию, если вы можете научить, провести запуск новичка, если вы уже в Арифлейм начали свой путь, помогайте людям, помогайте вставать на этот путь успеха, помогайте им зарабатывать деньги. Потому что я хочу сказать, что за 18 лет сотрудничества с Арифлейм у нас не было задержки в доходах ни одного дня. Вот первый четверг по окончанию вот трёх недель, у нас трёхнедельные каталоги, 18 зарплат в год. И как три недельки пройдёт, как четверг, нам компания перечисляет. То есть не было ни одной задержки. Все обещания всегда выполнялись. Всё, что компания обещает, всегда всё делается. И, знаете, мы международная компания. У нас заводы на территории многих стран. Завод у нас находится также и в Ногинске, на территории России. И это делает наш бизнес стабильным, потому что в наше время сейчас очень важно это ощущать твёрдую почву под ногами. Поэтому я сейчас полностью, мы с Виталией ушли в работу. И я хочу, знаете, ещё такой вам пример привести. Когда была пандемия, а мы оффлайнщики, мы с Виталией всю жизнь проводили мероприятия в Благовещенске, в Гранд-Арене-Острова, в ДК-Профсоюзах, на 200, на 300, на 400 человек мы проводили мероприятия, мы так росли. То есть каждый квартал у нас проходили крупнейшие мероприятия. Сначала большое мероприятие на 400 человек, на следующий день у нас директорская встреча, лидерская встреча на 100 человек. И мы вот так вот росли. И мы думали, боже мой, как мы вот так вот переедем, уедем, оставим амурку свою, и как мы же оффлайнщики, и тут бац, пандемия, никаких мероприятий, все запрещено. Тоже можно было впасть в ступор, можно было впасть в негатив, в какой-то, ну, вот в эту, что действовать, как действовать, куда идти и так далее. Я решила, думаю, так, если сейчас нельзя проводить мероприятия, всю свою систему сейчас переведу в онлайн. И села, расписала, что мы делаем оффлайн, как я могу это сделать онлайн. И первое, что я начала делать, я начала проводить по пять планерок со своими партнерами в день. Пять планерок в день. То есть, какие у тебя мечты, что ты хочешь, давай мы с тобой план А, это идеальный план, план Б, план факт, как мы это будем делать. У меня были такие вопросы, что тебе может помешать это сделать. И мы с человеком разговаривали, и ребята, и Виталий, и я, мы работали просто вот очень активно над созданием онлайн-системы. И когда пришли результаты, мы, конечно, обалдели. Мы в тот момент приросли к прошлому году на плюс 30% в пандемию, когда там закрывались предприятия, офисы и так далее. Плюс 30%, следующий каталог, плюс 26% к прошлому году. Но мы поняли, что у нас бизнес уникальный, мы можем работать с любого уголка в телефоне и расти, а это на минуточку у нас было до этого 16 лет бизнесу. То есть, это не так, что мы пришли и плюс 30% к прошлому году приросли, а у нас бизнесу там год или два. То есть, 16 лет постоянного роста, закрытие новых званий, и мы приросли вот к прошлому году. Поэтому... Я помню, время было, когда люди нам говорили, вот у нас типа стабильно, вот мы работаем там по найму, а у вас тут ничего в Арифлейме нестабильно. Спорили, спорили, но время, видите, оно все по местам расставляет. Мы с вами видим, что вот этот маятник стабильности у людей, работающих по найму, он раскачался просто, да не хочу. Люди сейчас не знают, будут ли они в этой организации там работать, там еще 3-5 лет. Люди не знают, что завтра будет, да. То там сейчас пандемия тогда пришла, и люди потеряли какую-то работу. Некоторые профессии там просто сами себя изжили уже, и нет востребованности такой, да. И я знаю, с чем это связано, с тем, что те навыки, которыми обладают люди сейчас, да, они сейчас уже не востребованы. Сейчас нужно учиться. Говорят же, сетевики – это вечные студенты. Нам нужно заново садиться на запарты и обучаться новым навыкам. А мы здесь всегда учимся, поэтому наша работа востребована. И если, я сейчас презентацию начинаю проводить, у меня первый слайд, Ари Флейм в мире 55 лет, в России 25 лет. Я сейчас с этого начинаю. Я говорю, стабильность. Обязательно подчеркиваю, что у нас честный, законный, этичный бизнес. И это говорит о том, что он перспективный и надежный. Дело в том, что, вот смотрите, я просто про себя сейчас скажу, мне так интересно наблюдать за тем, как я это все переживал. Пять лет назад, когда вы, может быть, видели, в интернете появилось очень много компаний, и приходи к нам, мы первые там, и вот везде, на каждом углу говорили, что нужно быть в компании, которая начинает, которая стартует. Какая-то была связана там какими-то с кэшбэками, другая с криптовалютами, там, круизами какими-то, ну и так далее. И говорить тогда, что Ари Флейм 20 лет, блин, я не говорил. То есть, это было, знаете, типа там, о, это все, это уже поздно, короче. Вот, ну не говорил. Сейчас, ребят, я с этого начинаю, своей презентации, я говорю, Ари Флейм 25 лет в мире, 25 лет в России, 55 лет в мире, подчеркивая как раз стабильность. Вы видите, что сейчас начинают разгонять, да уже, наверное, разогнали все эти финансовые пирамиды, всякие, то есть, вот эти лохотроны в интернете. Реально, площадка очистилась, да, и скусь это все опять, снова вышел Ари Флейм. Люди опыт получили. Люди, вы не думайте, что люди за нами наблюдают, они смотрят, блин, да вот, что бы ни случалось, но Ари Флейм всегда на плаву, они всегда идут, растут, развиваются, новые продукты, акции там, и так далее. Поэтому, и так будет впредь, и так будет всегда, потому что, потому что шведы, они за что-то берутся, они доводят до ума. Кстати, ценности нашей семьи были полностью сложены благодаря Ари Флейм. Мы пришли в компанию, когда были молоденькими, только поженились. Сейчас мы, сколько мы с тобой вместе? 20 лет? 20? 21 год вместе, и тоже, знаете, на правильных ценностях выращены. Мы уже пропитались, пропитались, да. Про экологичность, про все там, и даже такой момент, как профилактика, да, вы знаете, что шведы, они к этому очень серьезно относятся. У нас слово профилактика, я не знаю, скоро уйдет уже в России. Я реально вожу машину на осмотр, когда ничего, не стучит ничего, просто чтобы проверили, ребят. Профилактика. Да, профилактика, потому что я выиграю в будущем. Я вижу сейчас ваши комментарии по поводу стабильности, по поводу того, что там родители не поддерживали и так далее. Ребят, ну это, наверное, каждый проходил, то есть это вы мне новость не принесли, когда мама узнала, что я в компании Рефлейм, она тут на момент защищала диссертацию в Томске, и она сказала, не знаю, что такое Рефлейм, чтобы выписалась. Когда я сказала, что я не пойду работать в университет, где она мне место держала после декрета, я говорю, в университете доход на тот момент был 12 тысяч рублей, я говорю, мам, я уже от Рефлейм 30 получаю. Да не может быть такого, шведы передумают, платить не будут. Ну то есть, было полное недоверие, и это нормально. Это нормально, потому что это было что-то новое, и люди в это не верили. Знаете, мне очень сильно впечатлил, по-моему, это было в Барселоне или в Риме, уже не помню, достаточно давно. Вы же знаете, что компания Рефлейм в мире 55 лет. Так вот, я познакомилась на одной из конференций с мужчиной из Египта, которому бизнес Рефлейм достался от прабабушки. Там прабабушка передала бабушке, а бабушка уже передала ему. И знаете, на тот момент, когда мы с ним разговаривали, он говорит, это настолько стабильно растущий бизнес. Когда говорит, мне бабушка передала этот бизнес, у меня были свои магазины обуви по Египту, причем я эти магазины открыл на деньги, ну как бы, на семейные деньги, как раз денег к Рефлейм. И такой, говорит, гордый ходил, что у меня есть традиционный бизнес, у меня несколько магазинов, которые приносят большой доход. Но когда начались волнения в Египте, помните, может быть, по новостям много лет назад, получается, что мне пришлось закрыть все магазины, потому что мародерство началось, люди разбивали витрины, выносили товар и так далее. А в Рефлейм, как говорит, бабушка построила бизнес, как он приносил доход во время вот этого непростого времени, когда у нас это происходило в Египте, доход в Рефлейм, он вырос, потому что людям в любой ситуации нужно мыться, бриться, душиться. Женщине нужно другой цвет помады, потому что она в кризисе, она хочет хорошо выглядеть. И он говорит, и я только год назад обратил внимание, говорит, на этот бизнес, бабушкин. Потому что резко у меня пошли убытки, а в Рефлейм доход увеличился. И сейчас, говорит, если по нашим деньгам на тот момент бабушка развила этот бизнес до 150 тысяч рублей в месяц, он говорит, я сейчас сделал все, потому что его поздравляли на сцене с новым званием, он говорит, сейчас бизнес с Рефлейм приносит 300 тысяч. То есть, говорит, когда я увидел в этом стабильность, безопасность, перспективу, я, говорит, просто уперся рогами в землю и сделал этот бизнес, который мне сейчас приносит такие деньги. Поэтому, ну, все познается в сравнении. И я знаю тоже очень многих семейные пары, когда женщина строит бизнес в Рефлейм, мужчина строит традиционный бизнес, и через 3, 5, где-то 8 лет мужчина присоединяется к своей жене, потому что на протяжении многих лет они сравнивали, какие там риски, какая там безопасность и какие здесь. У нас бизнес без вложений, не нужно ничего вкладывать, кроме своей энергии, эмоций. Если, конечно, вы еще и вкладываете, потому что сейчас платные есть методы раскрутки в соцсетях, ну, тогда вы еще и быстрее растете. Почему бы и нет? Да, еще смотрите момент. Уровень доходов зависит от уровня развития личности. Работа над собой, вот что такое Рефлейм. Организовать себя, дисциплинировать себя на работу, закрыться там от негатива, аккумулировать себе позитив и нести его людям. И люди вас ждут реально. Еще, ребят, знаете, хочу сказать, вот Катя сейчас онлайн затронула тему, хочу вам сказать, что многие сейчас, да, видели, мечтают стать блогерами, не понимая, к чему это все ведет. Мы за то, чтобы человек становился амбассадором. Вот смотрите, любой блогер мечтает, чтобы компания, ну, с компанией какой-нибудь заключить договорные отношения, чтобы она ему постоянно платила деньги за пиар. Чтобы не просто какая-то компания приходит, заплатила и ушла, отжала из него все, что нужно, да, там, аудиторию и ушла, и вот так вот аудитория перестает доверять, потому что он то одно рекламирует, то другое, то третье, то четвертое, это продается. Доверие очень сильно потеряли, да, мы вот к таким большим каким-то там пабликам, да, вот этим в Инстаграме, потому что мы понимаем, что они за это получают деньги. А тут вы амбассадоры, вы представляете одну торговую марку. Амбассадоры бренда. Амбассадоры бренда. И вы можете влиять и на активность, да, показывая там, чем вы сами пользуетесь, и это всегда побуждает людей, да, там, тоже купить, когда они видят ваш искренний отзыв о том, чем вы сами пользуетесь. Вы можете увеличивать количество партнеров, да, приглашать их там через соцсети и таким образом строить команды. Я хочу, знаете, еще сказать, что я очень горжусь, что сотрудничаю с компанией Арифлейм, я горжусь продуктом и горжусь теми ценностями, которые компания несет в общество. Потому что я всегда говорю, если бы даже не было здесь бизнеса, я бы продолжала пользоваться продуктом. Я не представляю свою жизнь без витамин, без велнос, без коктейлей, не представляю свою жизнь без пребиотика, который нужен для нашего желудка, без тональной основы Джордани Голд, без туши пять в одном, без ночной вот этой вот маски темно-синий, кто пробовал, на Вейдж, просто Виталий ее называет крем молодости, если на следующий день нужно быть красивеньким, просто нанес, и на следующее утро у вас кожа как попка у младенца. Не представляю жизни без этих продуктов. И очень важно, что ты несешь в этот мир. Есть люди, которые продвигают алкогольные компании. Вот как у них проходят планерки, как мы повысим товарооборот, сколько мы людей еще споем, в какие мы регионы войдем со своим алкоголем, или сигаретные компании, или люди, которые продают все, что связано с таким наркотиком, как сахар, конфеты и так далее. Для меня это нести в мир не те ценности, которые я бы хотела нести. А с чем мы идем к людям? Мы идем с красотой, мы идем со здоровьем, мы идем с успехом, мы идем с возможностями поменять свою жизнь. Вот это очень важно в нашем мире. И знаете, я всегда говорю, люди, которые пользуются Арифлейм больше пяти лет, они не выглядят на свой возраст. Нам на встречах одноклассниках не стыдно. Мне 41 год, я 18 лет пользуюсь полностью продукцией Арифлейм. У нас именно уходом за кожей лица это моя одна из самых любимых серий. Вы знаете, что в 2014 году это просто было открытие в мире косметологии, это наша серия Новэйдж. У нас в Штат из 100 ученых и у нас с 67 года основное направление компании это уход за кожей лица. И да, мне не стыдно на встречах одноклассниках, потому что утром, вечером, как научила компания, все шаги, еще плюс аппарат SkinPro, у кого есть аппарат SkinPro, напишите плюсики для микротоков, для улучшения кровообращения, чтобы быстрее вырабатывался коллаген. Обожаю эту продукцию и я с такой гордостью, вот некоторые говорят там уговаривать кого-то, прийти в Арифлейм, я вообще никогда никого не уговариваю, у меня две позиции, есть позиция дающего, есть позиция просящего, я всегда даю возможность, для меня то, что я людям рассказываю про бизнес, про продукцию, для меня это благотворительность, потому что мы сейчас по большому счету с Виталием можем не работать, потому что те деньги, которые нам платит компания Reflame, это 500-600 тысяч в месяц, а при хороших раскладах это больше, плюс еще премии, нам в принципе на четверых достаточно, нам даже хватает отложить, какие-то инвестиции сделать и так далее, но мы не останавливаемся, потому что мне нравится заниматься этой благотворительностью, мне нравится давать возможности людям, мне нравится, что вокруг меня огромное количество людей, которые начинают пользоваться натуральной, качественной продукцией Reflame, поэтому мы будем делать этот бизнес, ну и конечно с ростом доходов повысились и наши запросы, нам уже хочется, если массаж, то в гранд-отеле Метрополь, раньше мы могли идти массаж там делать за 3000 рублей, сейчас обязательно там за 11, за 15, потому что совершенно другое качество про массаж, мы сейчас его делаем с маслом, как называется она, бутылёк? А, мы делаем с маслом, ну аромамасла у нас, да, вот это масло арома плюс капелька релакса. Да, это вообще огонь, я, знаете, когда мне Катя массаж делала, вот эти все ароматы, я прям реально улетел, уплыл, это то, ради чего, знаете, иногда люди ждут там пятницы или субботы, там где-то там выпить какого-то алкоголя, там где-то, чтобы там улететь, ребят, у нас масла есть, улетайте с нашими маслами, это вообще огонь, и Катя, что-то ты пролетела, про новое мужское почему-то не сказала, ребят, это же тоже очень дальновидное решение компании, да, мужской уход, может быть там кто-то это не воспринимал, а сейчас вы смотрите, это норма, это вообще нормально, я общаюсь с мужиками, они размещают заказ, берут на вэдж, потому что это нормально, когда мужик начинает за собой ухаживать, да, вот так. Ну что, я думаю, что надо заканчивать, если есть вопросы, можете написать, мы оставляем 5 минут на них ответить. Я думаю, что мы сегодня вам были полезны, ребята, мне очень хочется, чтобы больше в этом мире было добра и любви, вот, поэтому ухаживайте друг за другом, ухаживайте со своими родными, делайте массаж, у нас благодаря Reflame освободилось свободное время, я, например, прошла курсы массажа, прямо по интернету, потому что я знаю, как мой муж любит массаж, может быть, читали книгу «Пять языков любви», так вот, мой муж разговаривает на языке любви прикосновения, вот эти все прикосновения, массажик там, да, головочку почесать, вот, вот это он очень сильно любит, кто-то разговаривает на языке любви подарков, да, там, кто-то на внимании, заботе и так далее, и благодаря тому, что с Reflame есть много свободного времени, мы как-то, кстати, в 2008 году с Виталией ушли полностью в декрет, вместе, родили второго ребенка, потому что, ну, как бы, это была наша цель, насладиться декретным отпуском, потому что первый ребенок, как-то это все быстро, это было по студенчеству, я еще заканчивала пятый курс, у меня была защита диплома и так далее, а вот во второй декрет, мы ушли вдвоем, вместе, и просто кайфанули этот год, да, в этот год у нас не было нового звания, но мы продолжали заниматься своим любимым делом, и доход наш вырос тогда на 20 или на 30 тысяч, хотя мы были полностью с ним в декрете, как бы, в ребенке, это вот тоже очень важно, что ты не просто так каждый день, там, фигачишь, работаешь и так далее, ты можешь, в Арифлейм есть такая возможность, что однажды хорошо сделанную работу, переделывать не нужно, то есть ты однажды сделал, однажды сделал, и потом ты получаешь постоянно процент товароборота, это вот очень такой важный момент, что ты можешь варьировать свой график, то есть ты, вот как мы, у нас такой график, мы раз в квартал куда-нибудь уезжаем, то есть мы квартал работаем, и потом мы раз уехали отдохнуть на недельку, на две, потом опять работаем, опять уехали на недельку, на две, вот это вот свобода, которой мне очень не хватало в частной школе, когда я работала учителем английского языка, именно свободы, потому что в частной школе, вот как ты урок проведешь, так тебе, ну, ты получаешь ровно столько, сколько тебе назначили, или ты сухо урок провел, или ты эмоционально с детками попел, потанцевал, и вкладываешь детей, у тебя одна и та же зарплата, в Арифлейм твой доход ровно пропорционален твоему личностному развитию, и той энергии, которую ты вкладываешь в людей. Я думаю, что именно свобода, это то, что мы будем в ближайшее время уже продавать, да, начинать, потому что сейчас мы активно продаем с вами удаленную работу, я думаю, это будет еще, ну, это мой тоже такой, наверное, сценарий, года два-три будем активно предлагать, потом это будет свобода, потому что Арифлейм, вы видите, насколько много сейчас людей, которые свободны благодаря Арифлейм. Почему? Потому что, что такое свобода? Это когда есть и деньги, и время, а у нас, вот, например, если наше проанализировать, окружение искать, у нас есть ребята, у которых там крупные бизнесы, все, но, к сожалению, эти бизнесы полностью забирают все свободное время, и им некогда этими деньгами даже воспользоваться. И, с другой стороны, есть люди, у которых много свободного времени, но это свободное время они не могут провести так, как они хотели бы, потому что у них нет столько денег. Арифлейм где-то вот посередине, благодаря тому, что можно пассивный доход здесь развивать, есть и деньги, и время, и это очень круто, и я думаю, что это то, что делает человека счастливым. Тут вопрос был, как подписать мужа на один номер, это вы просто отправляете заявление в компанию, вам оформляют семейный контракт, то есть есть такая в компании, потому что вдвоем, конечно, вдвоем, конечно, классно работает, но для того, чтобы муж присоединился, нужно показать, что в Арифлейм есть деньги, потому что я всегда приходила домой, говорила, Виталичка, мужа с тобой на 6%, Виталичка, мужа с тобой на 9%, он говорит, в смысле с тобой, ты работаешь, я же не в Арифлейм, я говорю, ну как, ты с ребенком посидел сегодня, посуду помыл, вот, ты мне помогаешь, я благодаря этому встречу провела, я благодаря этому, там, чайку позвонила, пообщалась, поэтому, Виталичка у меня был всегда в теме, всегда в бизнесе, вот, я очень легко присоединился, потому что мы всегда это обозначали, как семейный бизнес, спасибо вам за то, что пришли, спасибо вам за то, что были с нами, Виталичка, покажись, очень приятно, ребят, ну и запомните напоследок, что у вас есть два пути, первый путь это развитие, и второй путь это деградация, tercium non datur, да, по-латински, да, третьего не дано, либо развиваемся, либо деградируем, очень хочется, чтобы все вокруг развивались, и несли в этот мир, только позитив, спасибо, пока-пока, сейчас пойдем разбираться, как сохранить вам эфир, да, все, отключаемся, давай, Зай, техника твоя, пока, 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 Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,